Мы и представить себе не можем, что чувствует подросток, выросший без родителей, когда ему задают вопрос «Ты хотел бы, чтобы у тебя была мама?» Нам кажется, он сейчас задумается и произнесет с грустным взглядом что-то типа «Конечно, хотел бы». Тогда мы проникнемся состраданием и, возможно, скажем ему что-нибудь поддерживающее, подходящее ситуации. Но, услышав в ответ на свой вопрос слова Кристиана «Нет, никогда не хотел», Я долго не могла прийти в себя. Как это? Ведь все дети хотят, чтобы у нее была мама. И к концу нашей беседы я поняла, что далеко не все знаю о детской боли. Кристиан попал в интернат очень маленьким. Единственным родным человеком для него был старший брат, который периодически защищал младшего от нападок взрослых пацанов. На этом его миссия заканчивалась. За долгие годы его жизни в интернате родители ни разу не навестили Кристиана. Он никогда их не видел. Он даже не мог представить себе, что такое мама и как это хотеть, чтобы она была. Был ли он обижен на нее? Страдал ли от этого? Не знаю. Но в рассказе 20-летнего Кристиана я отчетливо уловила, как звучит тема запредельного одиночества. Мне было всего три года. Два даже. Но брат все помнит и говорит, что плохо мы жили. Очень тяжелая жизнь была. Мы жили сначала в Таборе, здесь, в Мукачево. Потом в одном интернате, затем в другом. Слава Богу, что я не помню этого. Родители у нас не были хорошими. Они пили. Сильно. Слава Богу, что нас забрали в интернат. То, о чем вы спрашиваете, хотел ли я родителей, подарочки от них, у меня этого никогда не было. Они знали, что нас отвезли в детдом. Могли бы приезжать к нам хотя бы раз в неделю. Но они не хотели. Мы им не нужны были. А даже если бы они и приехали, я бы их и не узнал. Даже если бы они говорили, что они мои мама и папа, я ответил бы им, у меня их нет. Только если бы брат был рядом и сказал мне, что это наши родители. Только тогда я бы их и признал. И то, не знаю, что бы из этого вышло. Воспитатели пытались нас воспитывать, рассказывали, что можно, что нельзя. Но я всегда стоял на своем. Нет, вы мне никто. Вы мне никто, чтобы меня учить. Вы мне ни папа, ни мама, ни брат, ни сестра. И даже ни дедушка, ни бабушка. Они были никем для меня. И я всегда делал то, что сам хотел. И я привык так жить. Мой брат вообще со мной не общался. Он тупо меня не замечал. Тупо не замечал. И это больше всего меня обижало. Когда ты идешь... И он тебя не знает. Потому что он думал, что друзья для него это все, а брат ничто. Очень мне было обидно. Бывало, я сбегал из интерната. Это я так заглушал боль. Просто так пройтись немного подальше оттуда. От одиночества. От одиночества. Так мы с пацанами чувствовали себя более свободными. Исключительно по двору ты в детском доме гуляешь. Круги наматываешь. А так ты чуть-чуть подальше. И так немного заглушается боль. Вроде ты не один. Будто можешь пойти куда-то, пройтись. Потом вернуться домой. Потому что интернат был домом для нас. Так заглушалась боль. Никто не знает, чем закончилась бы для крестьяна его война с болью в том мире, где каждый сам за себя. Но Бог, который создает уникальные сценарии наших жизней, приготовил для крестьяна нечто особенное. Он вложил в его сердце особый камертон, способный реагировать на голос любви. И следуя за этим голосом, никогда не знавший любви израненный ромский парнишка, закончив интернат, оказался в Мукачевском центре-обитель. Этот центр был создан при поддержке обетования и сироте именно для таких подростков. Здесь, в 18 лет, Кристиан начал строить свою жизнь заново. Только теперь он не был один. Он сюда пришел такой, ну паренек такой, знаешь, он думал, что все для него. И все возле него. И только ради него. У него даже походка такая была. Это же я пришел, понимаешь? Кристиан. Такой очень много говорит, много смеется. Это его фишка была, много смеяться. Даже когда мы на него кричали, он и тогда смеялся. Такая защитная реакция у него была. Но он же не первый пришел. Тут уже были дети, которые понимали всю нашу систему, эту нашу кухню, по которой мы тут живем, все наши правила. Но Кристиан очень долго сопротивлялся. Он хотел, чтобы мы все тут делали так, как он хотел. И не доверял никому. И мы с Катей очень с ним намучились. Очень реально. Я даже молилась, и это правда, и говорила, Господь, я с ним не выдержу. Но всего же за нас Бог не сделает. Надо что-то и нам предпринимать. Я помню, мы тут вечером сидели, и я говорю, Кристианчик, мы тебя так любим. Так мне трудно было это сказать. Но я понимала, что это нужно было сказать. Мы тебя так любим. Кристиан, ты даже не можешь себе представить. Мне хочется плакать. Но я говорю, а как же сильно тебя любит Бог. О, меня как? За что? Вот такой был ответ. Такой грубый ответ. А я тогда сказала, Я думаю, ты эти мои слова когда-то в свое сердце впустишь. И он уже где-то, уже через года два сказал мне, Я думала, что никто меня не любит. И кто меня будет любить? Я цыган. Такой черный, черный цыган. Так он всегда говорил. Это был нелегкий, но очень стремительный рост. Кристиану многое приходилось преодолевать, менять свои привычки, принимать неудобные решения, избавляться от тех моделей, что долгие годы формировали его поведение и характер. Но благодаря тому самому божественному камертону, постоянно звучавшему в его сердце и откликавшемуся на любовь окружавших его по-настоящему близких людей, открывшему свое сердце юноше, наконец удалось найти единственно верный путь и удержаться на этом пути. Когда я пришел сюда, у меня поменялось отношение к людям. Здесь все вообще по-другому. Здесь сердцем чувствуешь, что тебя любят. Чтобы стать таким, ну то есть совсем другим, надо прислушиваться к тем, кто хочет тебе добра. И я старался, очень старался, и теперь стараюсь принимать правильные решения. Я думаю так. Мама для своего ребенка ничего не хочет плохого. Самого лучшего хочет. Вот так и тетя Оля. Она для нас плохого не хочет. Она хочет самого лучшего для нас. Чтобы мы шли правильным путем. То есть за Богом. Потому что без Бога мы не движемся никуда. Он нас создал. Он наш папа. Он наш лучший друг. Он нас может понять и в радости, и в горе. Бог хочет только, чтобы мы всегда были с ним. И я благодарен ему, что он дал мне такую возможность. Попасть в Чинодиевский интернат. А оттуда сюда, в этот проект. И это только его заслуга. Когда смотришь сегодня на Кристиана за работой, видишь красивого, наполненного светом, увлеченного будущего мастера. И не важно, продолжит ли он развивать талант, проявившийся у него в училище, или найдет другое дело по душе. Самое главное, он чувствует, что стал полноценным зрелым человеком, знающим, что такое настоящее уважение. У него есть любящая семья, верные друзья, твердые убеждения, словом, абсолютно новая жизнь. Тушь гучая, коверкавшая душу чувство одиночества, осталась далеко в прошлом. Вместо него, сердце наполнилось верой, любовью и прощением, ощущением истинного счастья. Я хочу сказать вам огромное спасибо. Искренне. Вы придумали прекрасный проект для таких детей, как мы. Мы все очень благодарны за то, что вы нам помогаете, обеспечиваете нас всем необходимым, едой, одеждой и всем необходимым. А самое главное, что я нашел в этом проекте, это счастье и семью. Семью с тетей Олей, тетей Катей и с Господом. Да. Почему я так долго молчу? Потому что моя благодарность, она всегда вечером на коленях перед Богом. Я это делаю каждый вечер. Я молюсь за всех людей, кто причастен ко всему тому, что есть сейчас у нас здесь. Я молюсь за их благословенную руку, дающую. Я молюсь и благодарю Бога за то, что Его план осуществился. На все сто процентов. Это результат вашей любви, вашей доброты, вашей заботы об этих детях и о нас всех. Потому что мы видим руку Божью, мы видим Его славу. И я искренне благодарю вас за то, что вы любите Украину, за то, что вы любите украинский народ, за то, что вы помогали, помогаете. Я верю, и дальше будете помогать, чтобы мы могли еще больше вкладывать в таких обездоленных детей, которые сегодня реально нуждаются в защите. В этом таком простом слове я люблю тебя. сердечное вам спасибо. Пусть Бог благословляет, оберегает, и пусть во всех ваших сферах будет только благодать Божья и Божье благословение. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok